Привет всем! Сегодня я буду показывать, как я обучаюсь, пишу картину в стиле поп-арт. Для меня это новая техника, мне очень хочется попробовать. Я прогуглила, посмотрела картинки, какие есть интересные животные в стиле поп-арт, известные также личности в стиле поп-арт. Всё красиво, и мне очень понравилась жираф. Очень красиво, и хочу я его попробовать сделать. Взяла я холст большой, 60х75, он на подрамнике, мелкое зерно, уже подготовленное для работы. Вот два таких холста огромных я заказала, уже один распечатала, и карандашом нанесла уже эскиз. Уже нанесла жирафа, нанесла также карандашом, обозначила пятна, где будут, да, вот примерно, как они будут расположены. И вот наметила всё. Теперь, что я буду делать дальше, чтобы облегчить себе работу, так как я ещё не владею таким навыком, да, техники поп-арт, что там художники могут сразу наносить пятна, они видят, где они, как будут расположены. То есть, я для себя обозначила, чтобы упростить себе работу, где мне какие будут пятна. Скажу сразу, эта часть будет у нас светлая, а эта более тёмная. То есть, эта часть будет находиться в тени, а эта будет более освещена, так, солнцем, да, будет падать солнце, наверное, эту часть жирафа. В стиле поп-арт это подразумевается, что пятна яркие, насыщенные, разноцветные, то есть, какие цвета сюда я буду добавлять. Я вам сейчас покажу. Это будут яркие цвета, это не такие, как животные в природе разрисованы, да, а это яркие, это будут вот такой вот, видно, голубой, небесно-голубой. Да, возможно, вот такой вот ещё синий подключу, да. Затем салатовый будет, будет розовый, будет фиолетовый, фиолетовый прочный, фиолетовый светлый и такой вот розовый. Также буду добавлять обязательно белый, цинк и белила у меня ещё есть, цинковый белый и титановый белый. Вот я буду комбинировать их. Также такой цвет, он более такой телесный, такой интересный. Нравится мне также его применять в своей вот живописи, в пейзажах, нравится, да, в картинах этот цвет тоже использовать. И серый. Как я планирую? Я вот для фона сделаю два цвета, то есть, это у меня будет серый и небесно-голубой. Где-то серый больше будет выделяться, где-то голубой больше будет проявляться, да. И вообще, в идеале, хочу смешать эти два цвета, посмотреть, как они сыграют вместе. Теперь, после того, как я нанесла, да, эскиз карандашом, я хочу сделать подмалёвок красками. Подмалёвок красками я планирую делать вот этими вот такими цветами. Я смешаю этот цвет, скажем так, тёмно-фиолетовый с синим, и где у нас жираф находится в тени, я вот обозначу тёмные пятна, обведу, да, вот, всё, что я намалевала тут карандашом, обведу вот этими тёмными более цветами, да. С этой стороны, где у нас жираф в тени находится. Здесь уже, где посветлее у нас будет освещено солнцем, сторона жирафа, я возьму вот этот нежно-розовый и фиолетовый посветлее. И буду обводить эти контуры, обозначить краской, да, сделать подмалёвок этими красками светлее. А там уже буду смотреть, где, какие краски будут пускать в ход и как они вместе будут плясать. Думаю ещё в процессе добавлять технику мастихином, да, какие-то мазки наносить мастихином, допустим, здесь, да, на лобовой части. Здесь тоже можно мастихином проработать, то есть я буду, вот такой у меня будет смешанный стиль добавлять и мастихин, и кисточки, возможно, где-то руки в ход пойдут, пальцы, тряпочка, то есть тут всё, что угодно может быть. Поэтому я сейчас приостанавливаю видео, вы наблюдайте, что будет происходить дальше. Ну, в общем, смотрите, сейчас я буду контур, заниматься чисто контуром, а потом наносить яркие пятна на жирафа. В общем, какие сейчас буду я краски использовать для того, чтобы прорисовать вот этот контур, да, обозначить все наши контуры, пятен, которые мы будем наносить, глаза, ноздри, да, вот этот зёбик, уши, рога. И сейчас я вам покажу, какие краски и какие кисточки я буду сейчас использовать. Вот их выдавила я. Фиолетовый тёмный, фиолетовый светлый, розовый, небесно-голубая, она ещё называется турецкая голубая, голубая и тёмно-синий. Самые тёмные краски я буду пускать здесь в тени, да, контур прорисовывать тёмными красками. Там, где свечается оно светлое, солнышком, да, светлая часть я буду прорисовывать светлыми красками контур. А дальше буду наносить пятна, как мне уже будет подсказывать интуиция, да, то есть это может быть что угодно. И угодно краски, яркие, красивые. Что я ещё вот сюда налила я? Разбавитель, не трони, разбавитель. Он для того, чтобы краска хорошо наносилась и быстро высыхала. То есть это, чтобы краску смывать так же с кисточки, вытирать потом тряпочкой. И чтобы краску, там, если она сильно густая, разбавить её, да, чтобы она такая более жидкая была, да. И наносим на холст. И таким макаром она быстрее даже высыхает. И нам сейчас это даже нарубит. Потому что мы будем наносить пока контур. И нам нужно, чтобы контур быстрее высохся, чтобы мы могли работать дальше. Итак, ребята, наблюдайте, как будет это происходить. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть я еще сверху буду наносить цвет, наносить белую, голубую краску, серую краску, чтобы был более насыщенный и красивый, выразительный цвет фона. А сейчас я пока только, скажем так, немного добавила цвет фона, втерла в холст, чтобы закрепилась краска и следующий слой краски будет уже более насыщенный и более красивее будет смотреться. Сейчас я буду наносить пятнами, пока кисточкой, буду наносить пятнами краску. Решила, что не только у меня будут сейчас, только такие яркие цвета, которые я изначально нанесла. Это розовый, фиолетовый, фиолетовый, светлый, темный, синий, голубой и небесно-голубой турецкий. Выдавила я еще желтый и такой вот цвет детской неожиданности и красный, такой алый, красный, светло-красный. Они также будут участвовать, да, я также буду наносить такие пятна. Здесь я буду наносить яркие пятна, желтые, красные, да, и детской неожиданности, вот я ее уже начала наносить. Где-то на рожках, вверху, по углам на ушках, такие акценты буду этими цветами наносить. И дальше уже где-то еще зеленый, салатовый добавлю. Буду в процессе думать, какую еще нанести на нашу жирафу краску. Итак, я продолжаю работать, а вы наблюдайте. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...